Я спрашивал, докажите вот это вот. Никто доказать же не может, Вик. Никто не может. Им нужно что-то презвое был такой майор. Им нужны... Вы говорите, что никто не может доказать? Выпьем же, но я адекватно разговариваю. Женя, только что женщина, украинка, не переживайте, украинка рассказывала, что у нее свекров живет сейчас на левом берегу, оккупированном. И она рассказала, что было. Если вы считаете, что это не доказательство, тогда что для вас является доказательством? Скажите, что получается, если Скобеева скажет, что пытают на подвалах, вы поверите Скобееву, вы кому будете верить, если не первоисточнику? Первоисточник это и есть хозяин квартиры. Выключился. Кто меня вырубает? Вот, опять. Я вам сказал. Я живу в Москве. Ну, ты слышал, что тебя спросили? А, да. Что мы для вас доказательства? Не слышал, у меня вырубили. Хозяин квартиры, и ты есть доказательства. Ну, вот ты подумай сам. Я говорю, у меня там квартира, здесь что? Россия сказала, что она, типа, поможет Донбассу, Луганску, да? Типа они так сказали, да? А почему они дальше пошли? Помогать кому-то? Подожди, я вообще не об этом. Там вообще ты нигде не понимаешь. Ты вообще, ты вообще, если ты пришел бы к нам, я тебя убил бы. Ну, вы же сказали, что мы русские в плен не сдаются. Получается, вы выдергиваете чеху, да, и взрываете себя еще украинского защитника. Ну, смотрите, вы лежите теперь в Украине, не похороненной, так? Не оплаканной женой, если у вас жена есть. Не похороненной, не оплаканной матерью, если она у вас есть. Вы лежите в Украине. То же самое, как у нас где-нибудь в украинских лесах и белорусских лежат немцы. Что их кто-то хоронил? Нет. Почти, никого нет. Вы до конца, ну, то есть даже не до конца, вы уже сдохли. Ну, в общем, в любом случае, ваши родственники никогда не смогут прийти на вашу могилу. Понимаете? Украинцы, которые погибают на своей земле, это и есть их могила, это их земля. Понимаете? К вам никто не придет. Вы представляете, вы родились где-то в Москве. Почему вы в Москве не хотите умереть? Ну, вот реально, вот есть Москва, есть кладбище домское, знаете, домское кладбище. Есть работа, вы разводите свой алкоголь. Ну, живите в Москве. Вы же понимаете, что в Москве вы достойный гражданин. А если вы приедете в Украину, вы будете оккупантом, вы сдохните, и вас будут собаки есть. Представляете, собака подойдет и будет жрать вас. И все, вот это и будет конец. И так будет написано, жил какой-то ебаный, нет, жил человек под названием Евгений, ну, под именем Евгений. И он работал, платил налоги, все, молодец. Потом он взял в руки оружие, пошел, сдох, как свинья, и был сожжен тоже свиньей. Все, ничтожество. Точно так же, как мы относимся к фашистам. Были люди в Германии, потом они взяли оружие и стали ебаными оккупантами, правильно? Вы что, не можете параллель провести? Можно, скажите, скажите? Ну, 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 Виктория классно сказала, что просто, знаешь, как плакать или смеяться. Вот не могу. Можно я скажу? Давай. Банда, подождите, я все-таки женщина, которая под оккупацией, пробыла 8 месяцев. Можно я вам расскажу, да? Про подвал.